Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать годные видосы, а также вступайте в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Сорин Чу, студент колледжа, который живет в городе вдали от своей бедной деревни. Он едет в свою деревню, потому что хочет навестить могилу своего деда. Но по дороге ему звонит начальник местной полиции с просьбой приехать в полицейский участок, как только он доберется до деревни. Добравшись до деревни, он заходит в полицейский участок, и начальник сообщает ему ужасную новость о том, что прошлой ночью была раскопана могила его деда. Единственным свидетелем по этому делу был мужчина, который был пьян и отдыхал на кладбище. Он утверждает, что слышал, как кто-то копал могилу, и через несколько мгновений все надгробия упали одновременно, как по мановению волшебной палочки. Когда шеф полиции Сью на следующее утро отправилась на место преступления, он обнаружил, что в то время как другие могилы были только что раскопаны, тела Сакуры и Чу. Дедушка Сорина пропал из своей могилы. Он понял, что поскольку семья Чу заинтересована в этом, это не могло быть обычным ограблением могил, потому что они – семья могущественных мастеров боевых искусств. Он собирался сразу же позвонить Саре и сообщить об инциденте, но тут к нему подошла девушка с растрепанными волосами. Она представилась как Хучу, давно пропавшая внучка Сахарина. Сью сначала не поверила ей, но у нее были все необходимые документы, и она также очень хорошо знала историю семьи Чу. Хэл сказал, что единственный сын Сахарин, Йотоку, бросил ее, когда она была еще в утробе матери, задолго до того, как он приехал в эту деревню. Она не имела о нем никаких известий и даже не хотела говорить о своем глупом отце. Сью могла поверить в эту часть, потому что у Йотоку на самом деле была не очень хорошая репутация. Он рассказывает все это Сарану, который не может поверить, что у него внезапно появилась старшая сестра. Он проклинает своего отца за то, что тот был грязным бабником, и в гневе покидает полицейский участок, чтобы узнать, где находится могила дедушки. Он добирается до кладбища только с наступлением темноты, и вдруг слышит, как кто-то копает землю. Саран понимает, что здесь орудует грабитель могил, и решает раздобыть какие-нибудь доказательства. Он выжидает подходящего момента и фотографирует грабителя могил, который оказывается хо-хо. Она замечает его, потому что он был настолько глуп, что не выключал затвор, и Сорен бежит так быстро, как только может. Как только он останавливается, думая, что теперь он в безопасности, худо прыгает на него и сильно бьет лопатой по голове. Сорен теряет сознание, а когда приходит в себя, то внезапно обнаруживает перед собой зомби. Он уже был в шоке из-за этого, а потом хаос внезапно вонзает нож в рот зомби. Он в ужасе, потому что она похожа на девушку с ринга, и он ничего не может сделать, когда она начинает сбивать его с ног. Сорен самый большой слабак, известный человечеству, потому что все, что он делает, это кричит, чтобы она остановилась, и он даже не пытается сопротивляться, когда она бросает его. Его на пустой могиле его деда. Хова говорит ему, что он умрет, потому что стоит у нее на пути, и Сорен спрашивает ее, зачем она копала могилу его дедушки. Как только он слышит имя Сахарин из уст девочки, Сорен понимает, что она и есть та самая давно потерянная сестра, о которой ему рассказывала шеф полиции Сью. Он сразу же начинает подлизываться к ней и называет ее своей старшей сестрой, спрашивая, как она жила все это время. Хо-Хо просто загоняет его обратно в могилу, когда он пытается выбраться, и говорит, что она не его сестра и не внучка Сахарин. Стэн потрясен, услышав это, и Хо-Хо начинает сыпать на него дурью. Как последний слабак, он только кричит ей, чтобы она остановилась, но его голос привлекает зомби, которые появляются из-под земли. Внезапно Сорен замечает, что Хухам перестал забрасывать его грязью, и он немедленно встает на колени, чтобы выторговать свою жизнь. Он обещает сохранить все втайне, если она просто оставит его в живых, но обнаруживает, что ее здесь нет. Сорен забирается наверх и видит, как Ху-У без особых усилий рубит зомби, и это пугает его до смерти. Он прячется, пока Ху-У использует свой гигантский нож для разрезания зомби пополам. Она бросается на толпу зомби, легко отрубая им головы, а затем наносит удар ногой по одному зомби. Толпа зомби окружает ее, и она быстро делит их пополам по росту, а затем отскакивает назад. Зомби продолжают наступать на нее, а она продолжает рубить их на куски. С другой стороны зомби приближается к Сорену, который начинает плакать и приказывать ему убираться прочь. Ху-У не обращает на него внимания и пинает другого зомби, чтобы оттолкнуть зомби, нападающего на Сарена, прежде чем вернуться к толпе. Сорен совсем потерял голову и думает, что это должно быть сон, и он скоро проснется в общежитии своего колледжа. Он говорит себе встать и пойти в колледж, но когда он открывает глаза, то видит, что даже зомби остановились в ответ на его слова. Грандиозный уровень глупости. Ху-У уже отчаялась спасти кого-то настолько глупого, и она убегает, сказав Соре, что желает ему удачи. Зомби начинают окружать его, и он может только кричать им, чтобы они убирались прочь. Тем временем Ху-У встречается со своим боссом Джозином. Она говорит ему, что они опоздали, и тело Сахарин-Чу уже украли другие люди. Она также рассказывает, что на нее только что напали зомби, но Джосин считает, что в этом нет ничего серьезного. Затем Ху-У говорит ему, что прямо сейчас внук Сахарина окружен зомби на кладбище. И Джосин впадает в панику, когда он говорит ей, что они не могут привлечь гражданских лиц к своей работе. Он спрашивает, что она будет делать, если мальчик умрет из-за нее, но Ху-У уверяет его, что Сорен не умрет. Джосин не понимает, что она имеет в виду, но потом он слышит громкий грохот, доносящийся с кладбища, а затем слышит раскаты грома, вырывающиеся из-под земли. Он очень хочет сейчас же проведать Сарана, но все, что он находит на кладбище, это зомби, которые были убиты электрическим током и сожжены дотла. Джен теперь понимает, почему Хо-Хо верит, что Саран не умрет. Он думает, что поскольку он внук Сахарина, он, возможно, также унаследовал его силу. Он находит студенческий дневник Сарина и говорит Ху-Ху, что ей тоже следует поступить в колледж. Ха-Ха даже не знает, что такое колледж, но Чосин уже подготовила для него документы. На следующий день Сорен возвращается в колледж. Ему звонит начальник полиции, который хочет узнать его мнение по этому делу. Однако Сорен не хочет подвергать себя еще большей опасности, чем та, с которой он недавно столкнулся. Он утверждает, что ничего не знает о грабителе могил и просит Сью больше его не беспокоить. Сорен даже удалил фотографию Хо-Хо со своего телефона, чтобы разорвать всякую связь с этим делом, как вдруг она подходит и садится рядом с ним. Сорен приходит в ужас, увидев ее, но Хо-Хо просто вежливо здоровается с ним. Он не может сосредоточиться на уроке, потому что рядом с ним сидит смертельно опасный охотник на зомби, и он, наконец, набирается смелости спросить ее, что она здесь делает. Ху-Ху говорит ему, чтобы он позволил ей сосредоточиться на лекции, и она ответит на все ее вопросы после урока. Они встречаются на улице после урока, и Сорен говорит Ху-Ху, что он никому о ней не рассказывал и даже удалил ее фотографию, потому что не хочет никаких неприятностей. Он хочет знать, почему она все еще преследует его, а Ху-Хао отвечает, что понятия не имеет, о чем он говорит. Затем она достает страницу, содержащую информацию о ее новой личности. Она читает ее и говорит, что она студентка по обмену из Тайваня, и Сорен задается вопросом, не пытается ли она надуть его. Он кричит, что ему все равно, кто она такая, и просит ее никогда больше не показываться ему на глаза. Хао и не знает, как на это реагировать, поэтому она звонит другому своему боссу, который говорит ей делать с Араном все, что она захочет. Так что с этого момента она решает сделать его своим слугой. Сорен кричит на нее, но Ху-Ху не обращает на него внимания. Она просит его показать ей силу, которую он использовал, чтобы победить зомби на днях прямо сейчас. Хо-Ху утверждает, что с того момента, как она встретила его, она знала, что он обладает огромной силой. Именно поэтому она пыталась похоронить его заживо, чтобы увидеть момент, когда он сломается и высвободит эту силу. Сорен называет это ерундой и отказывается развлекать ее дальше, так что Хао-Хао выхватывает нож и немедленно бросается на него. Она говорит ему, что если он не покажет ей свою истинную силу, она убьет его. Болезненные воспоминания об ужасном происшествии внезапно нахлынули на Сорена, и он отбросил нож Хо-Хо, пытаясь увеличить расстояние между ними. Она схватила свой нож и поняла, что Сорен не такой неудачник, каким он себя показывает. Она снова набросилась на него, призывая быть серьезным, и Сорен внезапно вспомнил совет своего дедушки никогда не использовать свои способности перед другими. Даже когда Сорен был ребенком, он часто попадал в неприятности, потому что использовал свои боевые искусства против хулиганов. Его отец, у тебя есть Току, научил его кунг-фу, которая в основном состояла в том, чтобы выбивать из него все дерьмо. Его дедушка Сокурин был единственной поддержкой Сорена в то время, и он даже наказал Йотоку за то, что тот был слишком груб с мальчиком. Однажды он показал ему особый прием, используя мистическую силу Ки и проводя невидимую атаку, которая сбила Йотоку с ног. Сокурин пообещал научить Сорена этой техники, когда тот освоит основы кунг-фу. Однако Сорен ответил, что он не хочет изучать кунг-фу, потому что ненавидит его, и кроме того нет смысла изучать его, потому что ему не разрешается показывать это ни с кем. Сокурин вздохнул и сказал своему внуку, что они принадлежат к длинной линии мастеров боевых искусств сверхлюдей, но люди боятся их, потому что они другие. Именно поэтому он посоветовал Сорену всегда притворяться нормальным и использовать свои способности только тогда, когда его жизни угрожает опасность. Он сказал ему, что в мире есть и другие сверхъестественно-могущественные люди, подобные им, и если он встретит одного из них, он должен без колебаний использовать свои истинные силы. Возвращаясь к настоящему, Сорен думает, что это тот момент, к которому его готовили. Хуахао мчится к нему на полной скорости, но как только она замечает перемену в его поведении, она внезапно избегает приближаться к нему. Сорен встает и говорит ей, что поскольку она ненормальная, он не должен сдерживаться по отношению к ней. Он высвобождает свой ключ и накрывает им все свое тело, произнося заклинание, которое раскрывает его истинную силу. Хода нападает на него, но Сорен может легко уклоняться от ее быстрых атак в своем сверхспособном состоянии. Она бросает в него свой нож, но он блокирует удар, и она со всей силы ударяет им в его сторону, прежде чем внезапно появиться позади него. Халво пытается ударить Сорена ножом по голове, но он двигается так быстро, что практически исчезает и уклоняется от ее атаки. Она оглядывается в поисках Сорена и пинает его, как раз в тот момент, когда он снова становится видимым. Однако его ключ достаточно плотный, чтобы служить барьером, и он отталкивает ее. Хельвин продолжает бросаться на него со сверхбыстрыми атаками, но Сорен уворачивается и блокирует их все, прежде чем схватить ее за воротник и съесть. Хельве требуется мгновение, чтобы восстановить равновесие, но когда она поднимает глаза, то обнаруживает, что Сорен снова стал невидимым. Она встает и принимает боевую стойку, чтобы сразиться с ним. Но Сорен появляется прямо рядом с ней и хватает ее за руку, прежде чем ударить, как мужчина, который верит в истинный полравенства. Ну что же, он все равно проигрывает очень сильно, и в итоге все заканчивается тем, что он разрывает свой ключ и одежду. Сорен не может в это поверить, но она говорит ему, чтобы он был благодарен ей за то, что она не причинила вреда его телу, так как отныне он будет ее слугой. Он отказывается подчиняться, но затем она указывает на его крошечную третью ножку, и просто взглянув на нее, он понимает, что это не так. Это значит, что она может сказать, что Сорен девственник. Он взбесился, когда Хо-Хо пригрозил рассказать всему колледже, что он жалкий девственник, и сдался и принял ее как его хозяин. Он был доволен и подарил ему Nokia 3310, потому что ему понадобится неразрушимый телефон для выполнения миссии, которую она ему поручила. Она сказала Сорану, что ему позвонят, если он ей понадобится, и ушла с этим. Сорен остался в своем праздничном костюме, и ему пришлось прятаться, потому что туда пришла непослушная парочка, чтобы поцеловаться. Видя, как они это делают, Сорен начинает ревновать, и он клянется, что однажды у него тоже будет девушка, которая позволит ему целоваться. Ночью, когда все уйдут из колледжа, он наконец сможет снова воспользоваться своим ключом. И воспользовавшись им, он помчится домой. По случайному совпадению, та непослушная парочка, с которой он встречался ранее, как раз в это время возвращалась домой, и они сфотографировали прекрасную Луну. Однако вместе с Луной они щелкнули почему-то еще. Сорен в этот самый момент спешил домой, и на фотографии его запечатлели летящим голышом. На следующий день Сорену стало скучно в классе. Ху Хао говорит, что у нее есть для него кое-что интересное, и достает свой телефон, чтобы показать ему фотографию, на которой он летит перед на Луну. Соран шокирован, когда Ху говорит ему, что ходят слухи, что любая пара, которая поймает обнаженного мужчину в ночь полнолуния, всегда будет вместе. Позже той же ночью он лежит в постели, а его соседи по комнате идут куда-нибудь выпить. Они даже не удосужились пригласить его, потому что он жалкий неудачник. Они уходят, а Сорен жалуется, что у него такая тяжелая жизнь. Внезапно он заходит на страницу в Инстаграм и обнаруживает, что это сообщение от действительно милой девушки по имени Кен. Он начинает общаться с ней и узнает, что она учится с ним на первом курсе колледжа и хочет встретиться с ним завтра вечером. Сорен внезапно вспоминает мудрые слова своего дедушки, который говорил ему, что удача приходит и уходит, как волны в океане. Так что если ему долгое время казалось, что все идет под откос, значит удача не за горами. Сорен считает, что его дедушка был прав, и считает, что у него действительно может быть шанс победить Кена. На следующий день кто-кто вдруг говорит ему, что хочет, чтобы он с кем-нибудь встретился сегодня вечером. Сора нервно говорит ей, что у него есть действительно важные дела сегодня вечером, но Хо-Хоу полностью игнорирует его и говорит, что ему позвонят. В то время как Сорен решает преодолеть свои страхи и отправляется на место своего свидания с Кеном. Он выключает телефон Нокио, который подарила ему Хо-Хо, потому что на самом деле ему все равно, с кем она хочет его познакомить. Вскоре к нему приходит Кен, и Саран очень рад, потому что это его первое свидание за все 19 лет, что он прожил. Кен цепляется за Сарана и просит его сводить ее в хороший ресторан, и он решает сделать одолжение. С другой стороны Гувер пытается связаться с ним, но его телефон выключен. С ней Джосин, и он предлагает им поверить, что у Сорена есть важное дело. Хоу Хоу ему не верит, и она показывает ему местоположение Сорена, потому что она все еще может отследить его телефон, даже если он выключен. Она просит Джосина отвезти ее к нему, потому что она планирует преподать ему урок как его учителю. Когда мы возвращаемся к Сорену, его свидание проходит очень хорошо, и Кен проявляет к нему явные признаки интереса. Она даже приглашает его к себе после ужина, и Сорен думает, что именно сегодня ему повезет. Кен делает первый шаг к нему и наклоняется для поцелуя. И как раз в тот момент, когда она собирается коснуться губ Сорена, она использует специальное движение и ударяет его по шее. Он чувствует себя так, словно его что-то ужалило, но затем решает проигнорировать это и заняться сексом. Однако, как только Кен оказывается на нем сверху, он внезапно чувствует острую боль в своем инструменте продолжения рода и немедленно отстраняется от нее. Сорен спрашивает девушку, чего она от него хочет. Потому что он уверен, что она не заинтересована в нем после того, как почувствовала боль ранее. Кен просто смеется, когда она понимает, что у Сорена есть печать девственности внизу, а затем говорит ему, что ей все равно не нужно продолжать в том же духе. Она рассказывает, что только что посадила ему на шею ядовитого жука, и скоро это начнет действовать. Кадман вызывает толпу зомби, и Сорен приходит в ужас, увидев их. Кен снова смеется над ним, потому что она знает, что печать девственности означает, что только тот, кому он действительно нравится, может прикоснуться к нему. И она знает, что это отвратительно для Сарина, потому что ни одна девушка не заинтересовалась бы им. Сорин понимает, что его поймали на крючок, и Кен такой же сверхчеловек, как и он сам. Он решает использовать свой ключ для борьбы с ней и ее зомби, но он рассеивается через несколько мгновений после того, как он высвобождает его. Саран понимает, что это из-за ядовитого жука, которого она посадила в него ранее, и Кен подтверждает это. Затем она просит своих зомби задержать Сарина, и он спрашивает ее, не она ли тоже украла тело его деда. Кен говорит, что она просто сделала то, о чем ее просили, и он не должен ее винить. Она обещает, что скоро позволит Сарину увидеться с дедушкой, а потом один из зомби вырубает его ударом кулака. С другой стороны, Хуху видит, что Сорин двигается довольно быстро, как будто он находится в машине, и Джосин говорит, что это означает, что его похитили. Он подозревает того же человека, который командовал зомби в деревне Сарина. Джосин думает, что на этот раз они могут столкнуться с серьезными врагами, и предупреждает Хуху, чтобы она была на стороже. Тем временем Кен привел Сарана в организацию под названием Дзен Сей. Именно они ранее приказали ей выкрасть труп Сахарин, если она захочет присоединиться к их организации. Гениальный мальчик по имени Рю пытался извлечь остаточную духовную энергию из тела старого мастера, но этого было недостаточно, чтобы дать ему нужную информацию. Вот почему он сказал Кену, что этой миссии недостаточно, чтобы получить его членство в НС, и если она хочет присоединиться к ним, то она должна это сделать. Она должна похитить внука Сакуран и привезти его сюда вместо нее. Теперь, когда Рю стал Саран, он говорит Кену, что она отлично справилась с заданием и стала членом Дзен Сей. Кену трудно поверить, что нет никакого ритуала или даже соответствующей татуировки, которая означала бы, что она является членом Дзен Сей. Но Реус просто говорит ей, чтобы она доверься ему. Он сказал ей, что в Дзен Сей нет правил, и каждый волен поступать так, как ему заблагорассудится, так что ей просто нужно было сказать, что она член Дзен Сей. И это сделало бы ее одной из них. Кен в ярости из-за этого, потому что она прошла через все трудности, чтобы украсть тело Сакуран и похитить Сарана ради этого, а Рю только смеется над ней. Тем временем толстая старшая сестра Рю Нацука подходит к Сарану. Она возбуждается, когда чувствует его энергию и говорит, что он действительно внук Сахарина. Она прикасается к нему со всех сторон и жимает в объятиях, чтобы избавиться от острой боли внизу живота, но ничего не происходит. Он задается вопросом, действительно ли он нравится Нацуке, но их прерывает Рю, который говорит ей остановиться. Он просит ее позволить ему провести более важные эксперименты с Сареном Первым, и тогда она сможет развлекаться с ним, как ей заблагорассудится. Рю говорит Сарену, что он что-то ищет, и это наследие его деда. Сорен утверждает, что он ничего об этом не знает, но мальчик говорит ему заткнуться, прежде чем использовать свою силу, которая позволяет ему напрямую взаимодействовать с душой любого человека. Он использует свою силу на Сарене, который начинает кричать, когда извлекаются его воспоминания. Ре развлекается, мучая его, но затем внезапно что-то стремительно приближается к нему. Его сестра вовремя спасает его, и камень размером с бейсбольный мяч с огромной силой ударяет в фургон позади него. Появляются Ху Хао и Джосин, и Сорен немедленно просит своего хозяина о помощи. Джен знает о Рю и Мацуке и думает, что им будет нелегко победить в этом бою. Хова говорит ему, что беспокоится ни о чем, потому что она победит всех в одиночку. Нацука приветствует Джосина, говоря, что она уже давно думает о нем, и что она действительно хочет провести с ним одну ночь. С другой стороны, Рю больше беспокоит, не привели ли Джосин и кто Ха с собой подкрепление. Хел Хева достает свои ножи, чтобы сразиться, и Кен решает встретиться с ней лицом к лицу и закончить работу, которую она оставила незавершенной на кладбище раньше. Поэтому она вызывает своих зомби, которые появляются из-под земли. Джосин хочет провести переговоры первого числа, и он просит Нацуку мирно передать Сарина, и он позволит ее группе уйти целыми и невредимыми сегодня. Она отказывается, поэтому Джосин использует силу Телекинуса, чтобы поднять с земли огромный валун и швырнуть его в нее. Зомби бросается, чтобы уничтожить камень, но его отбрасывают назад. Однако Нацука пробивает зомби голову и разрушает камень одним ударом. Хуха немедленно бросается к ней, и Нацука пинает тело зомби, которого она только что уничтожила. Хуху тут же разрубает его на куски, а затем наносит Нацуке комбинацию ударов. Она уворачивается от всего, и когда Хуху направляет на нее нож снизу вверх, ей удается остаться невредимой, даже когда нож выходит из-под ее рубашки. Когда Мацука теряет равновесие, Кен посылает своих зомби окружить Хуху, но она быстро рубит их, прежде чем убежать к своей первоначальной цели. Цель. Однако как раз в тот момент, когда она собирается ударить Нацуку, Джосин оттаскивает ее назад, говоря, чтобы она не оценивала одного из четырех лучших магов Зинзи – Нацука. Скребок для костей. Хуху просит его хотя бы опустить ее на землю, но он уверен, что она будет бездумно бросаться вперед. Нацука использует этот шанс и наступает на мужское достоинство Сарина, говоря Хуху, что если она не придет, то заберет его себе. Однако Джосин внезапно зовет кого-то по имени Сару, и пара рук появляется прямо под Сараном и прижимает его к земле. Нацука понимает, что все это было просто попыткой оттянуть время, чтобы кто-то мог спасти Сарана, но она не собирается этого допустить. Она топает ногами по земле, заставляя Сарана и обезьяноподобного человека Сору подняться с земли. Она бросается атаковать их, но ее удар немного промахивается мимо него, и вместо того, чтобы нанести какой-либо урон, она удобно отправляет Сарана и обезьяноподобного человека к ногам Джо. Теперь Саран полон уверенности в себе, но как только он видит перед собой нож Хуху, он теряет всю свою уверенность в себе. Он извиняется за то, что сплетничал с ней и не отвечал на ее звонки, и клянется, что отныне будет слепо подчиняться всему, что она ему скажет. Однако, похоже, она не в настроении слушать, и она кладет его лицом в грязь и бьет своим ножом. Сорин кричит, но оказывается, что Хуху просто хотел избавиться от ядовитого червя в своем организме. Она освобождает его от веревок, и когда Сорин встает на колени, он еще раз проклинает свое положение. Тем временем Джосин говорит Хуху позаботиться о Сарине, пока он разбирается с членами Дзенси. Он говорит Нацуке, что поскольку она не приняла его предложение отпустить Сарина, он не позволит ей сбежать. Он подает сигнал, и внезапно члены его организации окружают этот район. Рю впадает в панику, увидев их, он немедленно бежит к своей машине и кричит Кену, чтобы тот следовал за ним. Машина трогается с места, а Нацука садится на велосипед, чтобы сказать Джосину, что им нужно как-нибудь встретиться наедине. Джосин не дает своим людям напасть на нее, потому что они недостаточно сильны для этого, и вместо этого он велит им преследовать машину. Затем он говорит Нацуке, что в конце концов все уладит с ней, и с этими словами она уходит. Сорин все еще разочарован тем, что произошло, и кто-то спрашивает его, почему он не рад, что его спасли. Он рассказывает ей, как его дедушка часто говорил ему, что когда происходит много плохих вещей подряд, скоро обязательно произойдет что-то хорошее. Сорин говорит, что сейчас все это кажется ложью, потому что ничего хорошего не происходит, и ни одна девушка в него не влюбляется. Хова советует ему взбодриться, потому что удача не может быть такой уж плохой. Она верит, что его везение не является причиной его падения, и если его жизнь полна проблем, то это потому, что он гребаный идиот. Сорин превращается в камень, услышав это, но Хау-Хау не перестает оскорблять его. Она говорит, что он настолько глуп, что даже не может понять, что у любой девушки, которая сблизится с таким неудачником, как он, будут скрытые мотивы. С другой стороны, подчиненные Часона преследуют Рю и Кена, которые понятия не имеют, кто они такие и насколько могущественны. Рю насмехается над ней за то, что она не на связи и ничего не знает о компании, но прежде чем он успевает объяснить ей это, перед ним выскакивает мужчина. Из своей машины. Он сворачивает, чтобы избежать столкновения с ним, но мужчина все равно цепляется за него и пытается остановить машину. Рю использует свою способность высасывать его душу, заставляя мужчину отпустить ее. Побежденный мужчина предупреждает своих друзей, чтобы они не приближались к мальчику, поэтому он использует свою особую способность стрелять в него духовными пулями. Одна пуля попадает в шину автомобиля и почти переворачивает его. Кент выброшен из сидения, но она каким-то чудом удерживается в фургоне. Она умоляет Рю спасти ее, потому что они оба являются членами Дзэнсэй, в то время как он просто ухмыляется, говоря ей, что она вообще ничего не понимает в Дзэнсэй. Он резко разворачивает фургон, оставляя ее позади, совершенно опустошенную предательством. Агенты сообщают Джосену, что им удалось захватить только девушку-некроманта, и он говорит им, что на данный момент этого достаточно. Затем он говорит Хаве отвезти Сорина, который потерял сознание из-за ее оскорбления в его общежитие. На следующий день Сорин спит, проклиная свою жизнь, когда кто-то стучит в дверь. Когда он не отвечает, дверь разрезается пополам, и Хо-Хо заходит внутрь. Сорин выходит из себя, и Хо-Хо велит ему одеться и следовать за ней. Она уходит от него через капот, сказав, что Джосен хочет с ним встретиться. Сорин жалуется, что не может понять, что происходит в его жизни в последнее время, и Хо-Хо говорит ему, что он может задать все вопросы Джосену. Затем она отвозит его в службу экспресс-доставки и утверждает, что работает здесь. Сорин удивлена, увидев, что это совершенно обычное место, и спрашивает, есть ли у них в подвале тайное логово какого-нибудь супергероя. Джосен выходит вперед, чтобы ответить на его вопрос, и говорит, что у них нет такого понятия, как логово. Он представляется Сорану, а затем говорит ему, что все люди в этом месте обладают особыми способностями. И он видит доказательства в том, что мужчина несет огромный ящик в полном одиночестве. Он рассказывает Сорану, что его дед, его отец и он сам, все они сверхлюди, обладающие особыми способностями. Джосен внезапно открывает свой ключ и поднимает какие-то предметы, а также говорит Сорану, что все особенные люди могут управлять своим ключом и делать то, что не под силу обычным людям. Джосен говорит ему, что особенные люди чаще всего рождаются со способностью использовать ки, и Соран отвечает, что он носит его в первый раз. Он получил свой ключ, тренируясь со своим дедушкой, и Джосен говорит ему, что тренировка – это тоже один из способов получить ки. Он утверждает, что родился со своей особой силой и мог использовать ее столько, сколько себя помнит. Что касается Сорена, то он должно быть относится ко второй категории тех, кто получает ключ, обучаясь у мастера. Он берет его с собой, рассказывая ему, что те, кто обретает свою силу тяжелым трудом, часто становятся более великими воинами, чем те, кто просто наследует ее. В лифте Сорен спрашивает Джосена об организации под названием Дзянси, и он отвечает, что они пока не знают об истинных мотивах Дзянси. Он также объясняет, что существуют различные школы и кланы, к которым принадлежат сверхлюди, и они следуют правилам своих школ. Однако члены Дзянсик не следуют никаким правилам и делают то, что хотят. Вскоре они прибывают в пункт назначения, а именно в камеру, где содержится Кен. Джосен знает, что Кен – единственная наследница известной семьи некромантов, и она пропала без вести шесть месяцев назад. Их организация получила запросы ее розыски, и в конце концов они нашли ее вместе с Дзянсием. Джосен называет Кена глупым и безрассудным за то, что он пытался присоединиться к Дзянсию, даже не изучив их должным образом. Она говорит ему, что это никого не касается, если она хочет присоединиться к Дзянсию. Она знает о компании экспресс-доставки, которая пытается контролировать сверхлюдей в соответствии со своими правилами. Кен говорит, что она возмущена тем, что они считают себя настолько могущественными, что устанавливают правила для всех, в то время как они всего лишь комнатные собачки правительства. Избранная говорит, что она не совсем не права на этот счет, а затем делает предложение Кену. Он просит ее рассказать, что ей известно о мотивах Дзянси, и они будут снисходительны к ней. Кен говорит ему отвалить, говоря, что они ничего не могут против нее сделать, и даже если они сдадут ее в полицию, нет никаких доказательств, чтобы наказать ее. Джосин спрашивает ее, почему она защищает Дзянси, хотя она только что присоединилась к ним. Он хочет знать, почему она это делает, несмотря на то, что является членом известной семьи среди сверхлюдей. Кен говорит ему, что она действительно ненавидела искусство некромантии, но ее семья практически заставила ее овладеть им, так как она была их единственной прической. До 15 лет она никогда не выходила из дома, и кроме членов ее семьи, ее единственной компанией были гниющие зомби. Ее избивали, если она не могла освоить заклинания, и говорили, что только после того, как она всему научится, ей можно будет выходить на улицу. Когда Кен исполнилось 15 лет и она освоила все заклинания, ей сказали жить как обычному человеку и не использовать свои силы на улице. Она была расстроена этим и чувствовала себя марионеткой в руках своей семьи. Именно поэтому она сбежала из дома и решила присоединиться к Дзянсию, потому что они позволили бы ей быть свободной. Пока она была занята тем, что кричала на Джосина, в комнату вошел его брат Хулиган Ян. Он назвал Джосина неудачником, который не может справиться ни с одной девушкой, и сказал, что теперь он возьмет это дело на себя. Джосин говорит ему, чтобы он убирался, но Джен идет к Кену и просит ее рассказать все прямо сейчас. Она отказывается, и он просто валит ее на землю. Он запрещает кому-либо вмешиваться, а затем начинает пинать Кена, говоря ей, что им не нужно следовать правилам, как полиции. Он дергает ее за волосы, говоря, что она вольна быть членом Дзянс, но за эту свободу придется заплатить определенную цену. Ян выгоняет ее, говоря, что члены Дзянс не следуют правилам, установленным другими сверхлюдьми, а это значит, что существует нет необходимости относиться к ним, как к одному из них. Он говорит, что если Дзянс не хочет делать то, что он хочет, то и другие могут делать с ним то, что они хотят. Даже когда Кен кричит ему, чтобы он убирался, он смеется и говорит, что сделает с ней все, что захочет. Внезапно он чувствует руку Сорина на своем плече, и тот говорит ему, что если он хочет что-то сделать с девочкой, ему придется иметь дело с ним. Однако вместо того, чтобы драться, Сорин просит, чтобы Джосин немного поблажил Кену, потому что она украла тело его дедушки. Так что нет, еще один человек был обеспокоен ее действиями. Джосин говорит, что отпустит девочку с крючка, если она уйдет от Зини, и обещает больше не вмешиваться в их деятельность. Джон возражает и вступает в перепалку с Джосином и Сораном, говоря им, что сделает все возможное, чтобы заставить девочку заговорить. Однако, видя, что Сорин так решительно настроен спасти ее, Кен решает заговорить. Она вдруг говорит, что искала наследие Сокуран. Согласно тому, что она слышала о Трю, давным-давно дедушка Сорина победил 12 членов Дзензи, не нанеся им серьезных повреждений. Используя легендарный стиль боевых искусств под названием «Стиль Китаджан». С тех пор Дзензи разыскивают его не только из мести, но и просто потому, что им было любопытно узнать о его силе. Получив эту информацию, все оставляют Кена в покое. Ян говорит, что с тех пор, как она заговорила, его работа здесь закончилась, и теперь его интересует только Сорин. Он насмехается над ним, говоря, что прическа Сокуран в легендарном стиле Китаджан – это слабость. Сорин говорит ему, что он никогда не учился ничему, кроме использования Ки у своего дедушки, и он ничего не знает о стиле Китаджан. Он утверждает, что Дзензи ошибается насчет того, что его дедушка победил их народ, но Хохао говорит, что это не имеет значения, потому что они будут продолжать преследовать его. Как раз в этот момент они слышат чей-то крик из соседней камеры, и Сора замечает похожего на обезьяну чувака, привязанного к потолку. Джосин говорит ему, что он Сару – парень, который спас его и принял удар Нептузки вместо него. Он объясняет, что Нацука – одна из четырех волшебниц Дзензи, и хотя ей не нравится убивать людей, ее сила может заставить любого поддаться своей похоти и управлять им сумасшедшей. Затем он приглашает Сору в свой кабинет, чтобы спокойно поговорить. Он рассказывает ему, как их компания работает над обеспечением баланса и мира между обычными людьми и сверхлюдьми, и просит Сорина присоединиться к ним. Сорин тут же отказывает ему, потому что не хочет ничего делать, потому что ему грозят две серьезные опасности. Джосин говорит ему, что ему хорошо платят, но Сорин думает, что он просто блефует и все равно отказывает ему. Яна начинает раздражать его разглагольствование, поэтому он просто просит Ху убедить мальчика. Она делает это, ударяя его по лицу, а затем выбивая из него все дерьмо бейсбольной битой. Сорин умоляет ее остановиться и соглашается работать в компании экспресс-доставки, и Ян с радостью отдает ему документы. Джосин говорит ему не вмешиваться в его дела, но Ян просто говорит ему, что у него есть разрешение от их начальства и что он собирается взять Сорина под свое крыло. Позже той же ночью Сорин не спал, размышляя о своем невезении, когда услышал какие-то странные звуки, доносящиеся снаружи. Он открыл дверь и ничего там не нашел, но затем внезапно демон, который прятался на крыше, спрыгнул вниз и положил его в мешок. Сорин может только беспомощно наблюдать, как демон ведет его к своему хозяину. Его хозяин девочка, которая довольна поведением своего ручного демона и отправляет его домой. Затем она взволнованно открывает сумку, потому что ей очень хочется встретиться с Сорином. Однако ее партнер оттаскивает ее от сумки за мгновение до того, как Сорин выпрыгивает из нее, используя свой кай. Он думает, что они тоже являются членами Дзенсей, но девочка говорит ему, что он ошибается. Она говорит, что они просто хотели встретиться с ним и думали, что другого способа сделать это нет. Ее партнер добавляет, что они не желают ему зла и просто хотят, чтобы он хоть раз встретился с их председателем. Сара решает пойти с ними, но тут к королевской битве присоединяется еще один человек, чтобы привлечь его внимание. Мастер боевых искусств Альбинос по имени Рэй говорит Сорину, что он придет со своей группой на встречу с их мастером, и пока девочка устраивает истерику. Ее партнер знает, что Рэй опасен. Однако Сорин отказывается идти с кем бы то ни было, потому что они даже не удосуживаются спросить его разрешение. Он заявляет, что вернется в свою комнату и поспит, но Рэй был готов применить силу, чтобы захватить его. Так что Рэн высвобождает свой ключ, бросая ему вызов попробовать. Но затем Лаке и Рэя внезапно закрываются вторым ключом и начинают повторять то же заклинание, что Сорин делает с ним. Раскройте всю их мощь. Он не может поверить, что они используют ту же технику, что и он. С другой стороны Ху также ощущает направленное на нее интенсивное бескровное воздействие, которое пробуждает ее ото сна. Она выпрыгивает из окна и видит там беловолосую девушку. Девочка читает Хо-Хо и не помнит, как ее бесило ее уродливое лицо. Девочка говорит, что она из группы Тенге и они заберут Сарана с собой. И она просит Ху-Ху передать эту новость Джасену. Она просто кивает и уходит обратно в свою комнату, еще больше расстраивая беловолосую девочку. Она внезапно атакует Хо-Хо летящим ударом, намеренно пропуская первый удар. Когда Ху разворачивается, еще один летящий удар попадает ей прямо в лицо и впечатывает в стену позади нее. Беловолосая девочка то исчезает, то появляется снова, атакуя Хо-Хо, который может только уворачиваться. Девочка продолжает размахивать кулаками, и Хо-Хо признает ее вменяемой из группы Тенге после того, как блокировал несколько ее атак. Она говорит Сане, что для нее не имеет значения, присоединиться ли Сорин к Тенге, экспресс-доставке или даже к Дзян-Сею в качестве мамы, поскольку он все еще ее слуга. Зейн просто смеется над ней и говорит, что как только Сорин присоединится к ее группе, она никогда больше не позволит Хо-Хе увидеть его. Хау-Хау злится и собирается прикончить ее, когда внезапно замечает прилив энергии, исходящий издалека. Сорин сражается с мастерами боевых искусств, которые используют ту же технику, что и он. Он был ошеломлен, сражаясь сразу с двумя из них, и после того, как отправил одного из них в сторону, он столкнулся с другим, используя удар в полную силу. Мастера боевых искусств возвращаются к Рэю и говорят ему, что Сорин действительно использует тот же стиль боевых искусств, что и они, который называется Теншифу-стиль. Рэй решает сам вступить в бой прямо сейчас, и разъяренный Соран бросается на него со всей своей мощью. Он потрясен, когда обнаруживает, что его удар не может пробить защитный ключ Рэя, а затем его швыряют на землю. Сорин не может поверить, что потерпел поражение всего одним ударом, поэтому он поднимается и снова бьет Рэя, но все еще не может пробить его защиту. Он расстроен и продолжает ругаться и бить Рэя, который своим ключом формирует гигантский окорок и хватает Сорана. Он недоволен тем, что посторонний человек изучает боевые искусства, принадлежащие его школе, и вдобавок ко всему, он даже не очень хорош в этом. Он давит на Сорана и нокаутирует его, прежде чем сказать своим лакеем привести его к себе домой, потому что он не достоин даже переступить порог этой школы. Их школа. Однако Сорин еще не сдался и снова встает, чтобы встретиться с Рэем лицом к лицу. Он расстроен, потому что даже после того, как нашел людей, которые разделяют его взгляды и могут понять, какой жизнью он жил, он все еще чувствует себя одиноким и беспомощным. Он расстроен, потому что даже среди сверхлюдей он особенный, даже не подозревая об этом, и он не хочет так жить. Он просит Рэй снова сразиться с ним, и Рэй соглашается, предупредив его, что на этот раз он может превратиться в калеку. Соран принимает свою судьбу, но затем внезапно появляется тот, кто говорит ему, что ему больше не нужно убегать и прятаться, потому что теперь он ее слуга. Сорин улыбается, когда видит ее, и она дает ему пощечину только за то, что он неправильно обратился к ней при своем хозяине. Затем она говорит ему, что он не должен сдерживаться и использовать всю свою силу, чтобы выбить дерьмо из любого, кто его раздражает. Соран принимает ее приказ и внезапно раскрывает всю свою мощь, удивляя Рэй, потому что он знает, какую технику он собирается использовать сейчас. Соран вспоминает другое воспоминание из детства, в котором его дедушка использовал молниеносную атаку на него, которая мгновенно пробила его ключ. Так что он все тренировался и тренировался, чтобы овладеть им, и сегодня он впервые использует его против человека. Соринг садится на корточки и выпускает молнии по всему телу. Молния усиливается и он бросается на Рея, который блокирует его первоначальную атаку и решает отразить ее своей гигантской ладонью ключом. Соран быстро уклоняется от его атаки и молниеносно оказывается у него за спиной. Он собирает всю молнию в кулак и ударяет ею по Рэй, создавая огромный взрыв. Однако вскоре Рэй одерживает верх в битве, используя свои гигантские руки-ключи, чтобы схватить Сорана. Но он использует всю свою силу, чтобы освободиться от хватки Рэй и даже сбивает ее с ног. Он вернулся. Он наносит ему еще один молниеносный удар, и даже когда Рэй блокирует удар, он понимает, что ему не победить. Техника, которую использует Сорин, называется Райха. Это техника высшего уровня в школе Тен Шифу. Только глава школы знает эту технику, и она передается только его преемникам. Рэй загнан в угол, и чтобы покончить с ним, Сорин использует усовершенствованную версию Райха и посылает в него множество молний. Оказывается, Рэй тоже знает эту технику, и он использует черный ключ, чтобы посылать черные молнии, чтобы отразить атаку Сорина. Он заявляет, что научился этой технике непосредственно у главы школы Тен Шифу, как своего потенциального преемника. Техника Сорина не может конкурировать с ним, и его поражает черная молния. Но как раз перед тем, как он успевает нанести какой-либо урон от атаки Рэй, появляется Хуха и уничтожает черную молнию своими ножами. Она говорит Рею, что Сорин его слуга, и если он хочет причинить ему вред, тебе придется победить ее первым. Рэй думает, что Хуха действительно могущественна, так как она уничтожила его черную молнию всего одним взмахом своего клинка, поэтому он решает отступить. Затем он извиняется перед Сорином за то, что недооценил его ранее, и дает ему приглашение присоединиться к турниру Рейден, организованному школой Тен Шифу в течение месяца. Рэй заявляет, что у Сорина есть потенциал стать следующим лидером школы Тен Шифу и просит его доказать свою состоятельность на турнире. На следующий день Ху отвозит Сорина в отдаленное место на холмах в соответствии с инструкциями, которые она получила от Яна. Они добираются до виллы, и Хуху объясняет, что в течение следующего месяца они будут жить здесь и тренироваться в изоляции. Соран говорит, что в этом нет необходимости, потому что вчера он был почти на равных с Рэй. Он уверен, что сможет победить его, если они снова подерутся, но Хуха говорит ему, что он ошибается. Она объясняет, что Рэй использовал только треть своей полной силы, чтобы испытать его. Кроме того, она хочет, чтобы Сурен принял участие в турнире и преуспел, даже если он не хочет становиться лидером Десяти Шифу. Она думает, что если он хорошо выступит, у тебя появится шанс встретиться с нынешним лидером школы Десяти Шифу, Джи-Джи Чо, который мог бы рассказать им больше о своем дедушке. После этого они позвонили на виллу, и Хуху приказал Сорину оставаться совершенно неподвижным. Она подошла к нему вплотную и схватила его за лицо, и Сорин подумал, что сегодня тот самый день, когда он потеряет девственность. Он все еще предвкушает поцелуй, но Хуху просто касается ее лба своим и посылает в его мозг немного энергии, которая заставляет его кричать от боли. Сорин падает на землю и кричит, что у него раскалывается голова, как раз перед тем, как его зрение затуманивается и он теряет сознание. Он оказывается в темном месте, и его ключ начинает мягко и тщательно высвобождаться из его тела. Сорин испытывает огромное удовольствие, но затем Хухау прерывает его, плеснув ему в лицо водой. Когда он просыпается, Сорин спрашивает ее, что она с ним сделала. Хухау отвечает, что она передала ему свою технику. Она уже заложена в его мозгу, и теперь им просто нужно тренировать ее, чтобы он смог овладеть ею в совершенстве. Она объясняет, что стиль Тэнши Фу Сорина и Райха отличные техники, но для их совершенствования потребуется очень много времени. Затем Хуну просит Сорина попробовать использовать ее технику, и он принимает позу для медитации. Он чувствует нежную заботу, которую ощущал ранее в своем сне, а затем открывает глаза, чтобы спросить, кому он расскажет больше об этой технике. У него идет кровь из носа, когда он обнаруживает, что она раздевается перед ним, и он спрашивает, что она планирует делать. Хуху просто говорит ему, что она собирается принять душ, и у нее недостаточно здравого смысла, чтобы не раздеваться перед другими людьми. Сорин не может нормально медитировать, потому что его разум постоянно занят грязными мыслями, и вскоре Хуху возвращается из душа. Когда Сорин впервые за целую вечность видит, что она выглядит как настоящая девушка, у него между ног течет кровь, и Хухау это чувствует. Она пинает Сорина за то, что он отвлекается от ее тренировки, даже не осознавая, что именно она является причиной всех отвлекающих факторов. Хуху как следует прикрывается, но она все равно находит ключ Сорина, который опускается вниз. Она понимает, что это потому, что он жалкий девственник, и одного запаха девушки достаточно, чтобы отвлечь его. Именно поэтому она решает разобраться с проблемой и приводит двух уродливых шлюх, чтобы лишить Сорина девственности. Он набрасывается на них и говорит, чтобы они убрали от него свои уродливые рожи. Повара уходят, и Хау-Хау не понимает, почему Сорин так отреагировал. Он встает и начинает выходить из комнаты, заявляя, что возвращается в свое общежитие. Он говорит Хуху, что ему надоело играть с ней в хозяина и слугу. Сорин говорит, что он так долго скрывал свои способности от мира только потому, что ему рассказал дедушка, но теперь, когда другие сверхлюди знают о нем. Ему больше не нужно беспокоиться об этом. Кроме всего прочего, ему не нравится, что все вокруг считают его идиотом, так что теперь он ни на кого не будет работать. Хо-Хоу наставляет нож на Сорина, приказывая ему немедленно вернуться, но тот отказывается. Он знает, что ему не победить Хо-Хоу, но он готов столкнуться с последствиями своего ухода от нее, чтобы сохранить свое достоинство. Хоу продолжает говорить ему остановиться, но он не слушает, и она теряет самообладание и разрубает дом пополам. Несмотря на это, Сорин уходит, и она понимает, что все испортила. Она теряет контроль над последними клетками своего мозга и бездумно повторяет, что все испортила, как попугай. Джозен и Ян тоже приходят туда, и они хотят вернуть Сорина, используя свои методы. Джозен говорит Джону, что они не могут применить силу, потому что именно это оттолкнуло Сорина от них в первую очередь. Вдобавок ко всему, он не думает, что Хо-Хо способна извиниться, чтобы вернуть его, и что у нее нет женской привлекательности, чтобы сделать мужчину слабым. Ян смотрит на Ху-Ху, как на школьное правило, потому что это его фетиш, но Джозен испытывает отвращение и превращает ее в офисную женщину в соответствии со своими предпочтениями. Как раз в этот момент в комнату входит Кент, потому что она теперь работает неполный рабочий день в службе экспресс-доставки. Она потрясена, увидев, что Хо-Ху выглядит как женщина и узнает, что это для того, чтобы извиниться перед Сараном. Она немедленно отвергает мнение Джозена и Яна о бэби-бумерах и решает сделать Ху-Ху соответствующий возрасту макияж. Она одевает ее как обычную девочку, но Ху не может сделать ни единого шага на высоких каблуках. С другой стороны, когда Сорин спускается с холма, рядом с ним останавливается машина, и он узнает в ней Сейна из группы Тенге. Она просит его навестить ее отца и обещает относиться к нему лучше, чем к курьерской доставке. Сорин решает удовлетворить ее просьбы и садиться в машину. Вскоре он понимает, что группа Тенз очень богата, а Хао – отец Шона, тот, кто построил ее с нуля. Хао приветствует Сарана и знакомит его с известным мастером боевых искусств Чон Лу, прежде чем приступить к делу. Он хочет, чтобы Сорин присоединилась к группе Тенге и даже просит ее встречаться с его дочерью, и Сорин не может поверить в происходящее. Затем Хел просит всех разойтись, потому что хочет поговорить с Сорином наедине. Он утверждает, что предлагает ему руку своей дочери не только ради своих способностей, но и потому, что между ними существует настоящая связь. Хао говорит, что в начале 20 века их дедушки были друзьями. Он рассказывает ему историю о том, как мир сверхлюдей был охвачен хаосом во время Второй мировой войны, и ближе к ее концу вспыхнула война между различными группировками сверхлюдей, которая была хорошо скрыта от посторонних глаз. История. Хоу говорит, что причиной войны было желание заполучить силы восьми особых сверхлюдей. Эти восемь особых способностей не были похожи ни на какие другие в мире, и катаджанский стиль дедушки Сорина был одним из них. Хоу использует свою особую способность, которую он унаследовал от своего дедушки, и вызывает призраков, используя еще одну из восьми особых способностей, называемую техникой ченнелинга. Хоу говорит, что хочет объединить две из восьми особых способностей, чтобы раскрыть секрет сверхлюдей. Сорин слишком поражен тем, что он только что увидел и услышал, поэтому Ха советует ему хорошенько отдохнуть сегодня вечером. На следующее утро Сорин возобновляет свои тренировки по технике Хо-Хо, но это напоминает ему о ней и портит настроение. Внезапно в его комнату входит Стейн с девушкой-массажисткой, которая помогает ему расслабиться. Вскоре у Сорина возникает ощущение, что он попал в рай, потому что девушка-массажистка тоже сверхчеловек. И она настраивает его ключевые каналы, чтобы он чувствовал себя по-настоящему хорошо. Однако Сейн испытывает отвращение, видя, как он ведет себя как развратный дегенерат. Прошлой ночью она заявила своему отцу, что не хочет встречаться с таким неудачником, как Сорин, но он был непреклонен в том, что она должна это сделать ради их семьи. Он пытался убедить ее, что Сорин обладает огромной силой, и что в конце концов он ей понравится. Сатана пытался поговорить о ее предпочтениях, но ее отец оказался первоклассным манипулятором. Он напомнил Сейну, что из всех его детей она единственная, кто не может использовать специальную семейную технику ченнелинга, но он никогда не относился к ней по-другому из-за этого. Он сказал ей, что она должна сделать хотя бы это для своей семьи, даже если ей это не нравится. В настоящем Сейн увольняет массажистку, прежде чем спросить Сорина, примет ли он предложение ее отца. Соран говорит, что это хорошее предложение присоединиться к Тенж, но он пока не может определиться. Он начинает говорить о том, кто как и как ему плохо из-за того, что он так грубо бросил ее. Сейн спрашивает его, не предпочел бы он, чтобы эта сумасшедшая девчонка унижала его, а не обращалась с ним, как с королем здесь. И Соран говорит, что это две разные вещи. Он знает, что Хо-Хо даже не понимает, что она унижает его из-за своих ограниченных умственных способностей. Она не проявляет никаких эмоций, поэтому он не может знать, что она чувствует. Однако он уверен, что она не жадничает до его власти и, возможно, даже немного заботится о нем. Соран думает, что ее голос звучал по-другому, когда он собирался уйти от нее и задается вопросом, действительно ли она одинока внутри. Сейн говорит ему не обращать внимания на сумасшедшую девчонку, потому что он будет встречаться с ней после того, как присоединится к Тенге. Так вот, Райан говорит, что есть техническая проблема, которая не позволяет ему встречаться с кем попало, и Сейн говорит ему, что она уже знает о его девственности. Он говорит, что если она знает, что только любящая его женщина может прикасаться к нему, ей следует отказаться от свиданий с ним. Однако Сейн сбрасывает пальто, решив показать ему, что ее мама воспитала не труса. Она подходит к взволнованному Сорану, и даже когда она дотрагивается до него там внизу, он не чувствует никакой боли. Он спрашивает ее, действительно ли она любит его, и Сейн отвечает, что она делает это ради своей семьи, так что она собирается принять его всем сердцем. Он приходит в восторг от того, что загорелая красотка собирается дать ему бесплатный проход. Он хочет немедленно поразвлечься с ней, но эта сцена вызывает отвращение, и она бьет его кулаком в стену за то, что он дегенерат. Она кричит, что не может встречаться с таким жалким человеком, как он. Когда сумма секретарша в приемной приходит туда, чтобы сообщить ей, что Хелл вошел в здание, чтобы найти Сорина. Пока Сейн занята, Сорин старается на цыпочках отойти от нее подальше. Но она останавливает его. Пока он пытается придумать оправдание, ему наносит удар в лицо, и он задается вопросом, нанес ли Сейн этот удар с такого большого расстояния. Он пытается успокоить ее, но она наносит ему апперкот и говорит, чтобы он говорил кулаками, если он мастер боевых искусств художник. Она постоянно обрушивает на Сорина шквал ударов, используя свои силы, и использует его ключ, чтобы защититься от них. Сейн говорит ему дать отпор, потому что она сильная, независимая женщина, которая хочет драться честно даже с мужчинами. Сорин решает дать ей то, чего она хочет, и бросается вперед, чтобы напасть на нее. Она легко уворачивается от всех его слабых ударов и говорит, что все, кажется, переоценивают его. Сорин решает стать серьезным и использует всю свою мощь, чтобы приблизиться к ней. Он наносит ей удар кулаком, но Саян внезапно исчезает со своего места и появляется позади него, прежде чем повалить его на землю. Когда Сорин встает, она говорит ему, что ее сила – телепортация. Они возобновляют драку, но Сейн продолжает оттеснять его безжалостной атакой. В конце концов у Сорина ослабевает хватка, и она наносит ему удар. Она говорит ему сдаться и присоединится к Тенджу прямо сейчас, но вместо этого он начинает смеяться, потому что понял, что это жестокая натура и есть истинная сущность Сейна. Он встает и говорит ей, что не может победить ее прямо сейчас, но хочет заключить с ней пари. Если он преодолеет ее технику, она отпустит его, а если он не сможет, то примет все, что она захочет. Тем временем Хо-Хо вошел в здание, чтобы найти его. Она сразу же споткнулась на своих высоких каблуках, когда подошла к секретарше и попросила ее позвонить Саран сюда. Секретарша понимает, что она тоже сверхчеловек, и говорит ей, что Сорен сейчас занят, а ей приказано отказывать в любых просьбах о встрече с ним. Хуму извиняется перед ней, но случайно звонит ее тете, что выводит женщину из себя, и она вызывает охрану. Двое охранников оттаскивают Хуху прочь, и она использует свою силу, чтобы мгновенно вывихнуть им руки и освободиться от травы. Однако, когда она приземляется на землю, она вывихивает лодыжку из-за каблуков и падает лицом вниз. Она встает и решает снова поискать Сарана, поэтому охранники предупреждают всех в здании, чтобы они разобрались с могущественным злоумышленником. Хоу продолжает избивать всех, кто попадается ей на пути, пока она взбирается по зданию. Скоро четыре охранника сверхчеловека выйдут ей навстречу. Командир охранников думает, что Хуху не так уж и крут, и когда она подходит к нему, чтобы спросить адрес Сарана, он стреляет в нее пневматической пулей в упор. Хуху блокирует удар, а затем бросается к нему, уворачиваясь от всех его пневматических пуль. Она бьет мужчину ногой в лицо, и внезапно извращенец, одетый только в нижнее белье, нападает на нее сзади. Однако, хватает его за руку, но оказывается, что его сила заключается в том, чтобы растягивать свое тело, как резину. И он быстро обвивается вокруг нее, как змея, давая рыжеволосый шанс атаковать с помощью ее острые ногти. Хова отпускает свой ключ и тут же отбрасывает их обоих назад. В то время как три человека сражаются с ней, четвертый парень тщательно анализирует ее силу и ждет, когда она найдет слабое место. Однако, к тому времени, когда Вос расправляется с тремя охранниками, мужчина мочится в штаны. Он понимает, что ему не победить ее, и смиренно позволяет ей пройти. Хун Хо продолжает свой крестовый поход, и вскоре приходит в комнату, где ее ждет знаменитый мастер боевых искусств Чон У. Она говорит, что просто хочет найти Сарана и не заинтересована в драках. Но Чон У мгновенно открывает свой ключ. Он бросается на Хулу и умудряется оттолкнуть ее назад, используя свои быстрые приемы боевых искусств. Хавак может только блокировать его атаки, но когда она подпрыгивает, чтобы избежать сокрушительного удара ладонью, у нее возникают проблемы. Потому что ей трудно идеально приземлиться из-за ее высоких каблуков. Пока она пытается восстановить равновесие, Чжан У догоняет ее и наносит специальный удар. Даже несмотря на то, что Хо Ха блокирует его атаку, Кей проникает в ее мозг и сотрясает его. Она в замешательстве от того, что только что произошло, но к счастью Джонг, который выходит вперед, сам объясняет свою технику. Он объясняет, что его ключ обтекает его руку, как вода, и даже если он не попадает прямо в цель, он все равно наносит урон. Он снова атакует Ку Ву, и она отходит в сторону, чтобы увернуться. Чжан быстро разворачивается, бьет ее в живот и отправляет в полет. У Хао Хао кружится голова по всему телу, поэтому она просит Чжан У взять тайм-аут, чтобы восстановить контроль над собой. Сейчас он не уверен в ее способностях, потому что эта атака уже сбила бы с ног мастеров боевых искусств высокого уровня. Затем Ху Ху внезапно ударяет ее головой о землю и фиксирует это. Она бегает вокруг Чан У и едва успевает увернуться от ножа, который он бросает в нее. Она уверена, что сможет увернуться и от других ножей, но затем внезапно нож возвращается и полосует ее сзади. Чжан Ву бросает в нее еще больше ножей, а Хо Хо продолжает отражать их ладонями. Она понимает, что Чжан Ву управляет ножами с помощью телекинеза, но похоже это еще не все. Он продолжает атаковать ее со всех сторон, манипулируя своими ножами, и пока Хо Хо уворачивается и блокирует их. Она понимает, что его сила заключается не в телекинезе, а в мастерстве владения оружием. Что означает, что он может использовать любое оружие как часть своего тела и свободно управлять им с помощью своего ключа. Чжан Гу заманивает Хо Ху в ловушку, используя свои ножи, а затем появляется позади нее, чтобы прикончить ее. Он удерживает ее на месте, когда его ножи устремляются к ней, но Хо-Хо вывихивает ей плечо, чтобы освободиться и увернуться от ножей, подпрыгнув. Чжан Лу ловит их как раз перед тем, как они собираются ударить его, и хвалит силу Хо-Хо. Он говорит, что было бы стыдно бить ее здесь, но Хо-Хо говорит ему, что она чувствует то же самое. Она утверждает, что из-за того, что Кен сказал ей, что было бы легко вернуть сорина, если бы она носила высокие каблуки, она до сих пор носила их. Но похоже, что Кен сказал ей, что было бы легко вернуть Сарина, если бы она носила высокие каблуки. Что она не сможет победить Чон У, Ока носит их. Она снимает туфли на каблуках и говорит Чон У, что если Сарорин не вернется с ней, то это будет его вина. Чон, он продолжает нападать на нее с ножами, но теперь, когда высокие каблуки не сдерживают Ху Хао, она намного быстрее и может легче уклоняться от его атак. Она подбирается к нему вплотную и наносит свой первый успешный удар, и как раз в этот момент кто-то приходит посмотреть на драку. Чжан понимает, что если он проиграет здесь, то может потерять свой контракт Хао на миллион долларов. Он снова нападает на гувернантку, но она просто забирается на его нож, уворачиваясь от его атак. Он спрашивает, как она может быть такой непохожей сразу после того, как сняла каблуки, и она жалуется, что тот, кто изобрел каблуки, должно быть был врагом человечества, потому что в них никто не может сражаться. Чжан Лу расстроен из-за того, что его выставляют клоуном перед его боссом. Но очевидно, Хо Хо больше не хочет тратить на него время. Она просит, чтобы он просто сказал ей, где Сарин, чтобы она могла забрать его обратно. Чжан Юй видит шанс сохранить лицо, и он ведет себя так, как будто это было несерьезно, когда он дрался с ней раньше, потому что она девочка. Он просит ее встать на колени и умолять, если она хочет уйти, но Хо Ха, вероятно, страдает аутизмом, поэтому она кладет руку на голову Чжана и вместо этого ставит его на колени. Хо Пава уходит, а он в отчаянии нападает на нее. Она просто уклоняется от его атаки и подпрыгивает, прежде чем пронзить ему череп своими высокими каблуками. Затем она поворачивается к Хоу и спрашивает его, знает ли он, где Сарин. С другой стороны, Шон принимает вызов Сарина и без предупреждения наносит ему удар кулаком в лицо. Она утверждает, что победила, но Сарин говорит ей, что это было нечестное начало, и теперь они будут действовать должным образом. Сэм наносит еще один удар, и Сарин легко предсказывает направление удара и блокирует его. Она удивлена и решает продолжать атаковать его, но все ее удары блокируются электрической энергией, циркулирующей вне тела Сарина. Она взволнована, но признает свое поражение, и Сарин возвращается, чтобы забрать свою рубашку и спокойно уйти. Прежде чем он успевает уйти, Сэйн останавливает его и просит рассказать ей об интересной технике, которую он только что использовал. Сарин отвечает, что он называет эту технику «маленький белый жучок» и разработал ее самостоятельно после изучения Райха. Сэйн впечатлен и обещает победить эту технику при следующей встрече, на что Сарин только смеется. Сатана волнуется и спрашивает, что тут смешного, а он отвечает, что она выглядит ужасно довольной после проигрыша Пари, как будто она была против того, чтобы встречаться с ним любой ценой. Она подтверждает это, и Саран говорит, что он тоже не был заинтересован в ней, несмотря на ее внешность, потому что ему нужен кто-то, кто заботится о нем, а не о его силе. Однако он все еще хочет обменяться идентификаторами на Пчат с Сэйном на случай, если она захочет переспать позже. Она не выдержала и просто отправила его извращенную задницу на пол, и он оказался прямо перед Хо-Хо. Саран был потрясен, увидев ее, и Хо-Хо сказал, что она пришла сюда, чтобы забрать его домой. Он ответил, что так просто не вернется. Но когда Хо-Хо поклонился ему и извинился, он начал передумывать. Однако он все равно так просто не вернется, и поскольку Хо, похоже, действительно настроена сделать все возможное, чтобы вернуть его, он говорит ей делать так, как она говорит. Она соглашается, и первое, что говорит ей Сорен, это оставаться на месте как статуя, пока он разговаривает с Хо. Сорен извиняется перед ним, говоря, что все-таки вернется к экспресс-доставке, но это приводит Хо в бешенство. Он высвобождает свой темный ключ, предлагая ему пересмотреть свое решение или сразиться с ним. Парящий чувствует себя муравьем перед подавляющей мощью и давлением Хо, но он собирает все свое мужество и говорит ему, что он уже принял решение. Как только Хэм это слышит, он тут же теряет свою силу и начинает смеяться. Он впечатлен волей и решимостью Сорена и говорит ему, чтобы тот спокойно шел домой. Джонгу это не нравится, потому что он все еще не преклонен в том, чтобы закончить свою битву с Хуху. Ха говорит ему, что этого достаточно, и даже Сорена смехается над ним, говоря, что может убить его всего за одну атаку. Джонгу теряет самообладание и бросает свои ножи в Хуху. Удивительно, но она позволяет ножам попасть в себя, потому что выполняла приказ Сорена не двигаться с места. Чон усмеется над тем, что он наконец-то победил, но теперь Ха в ярости на него за то, что он напал на противника, который даже не хотел драться. Он высвобождает свой темный ключ и душит Джонгу, вероятно, оборвав его жизнь. У Хо-Хо начинается обильное кровотечение, и Сорен сжимает ее в объятиях как раз в тот момент, когда она вот-вот упадет в обморок. Кровотечение слишком сильное, и он понятия не имеет, как его остановить. Хоп трогает его за плечо, и Сорен инстинктивно пытается напасть на него. Услышав его голос, он успокаивается, а Хао пытается использовать свою силу, чтобы исцелить Хуху, но обнаруживает, что у него ничего не получается. Поэтому он зовет своего сына и говорит ему использовать свой дух, находящийся под его контролем, чтобы исцелить девочку. Парень с белой кожей, который не сражался с кем и как ранее, вызывает дух доктора и поглощает его, чтобы получить силу заимствованного. Он обнаруживает, что сердце и печень Хуха были пронзены, и он вынимает ножи из ее тела, пытаясь запечатать раны своими кай. Внезапно прибежавший слуга сообщает, что прибыли сотрудники службы экспресс-доставки. Он просит их впустить, но Джозен и Ян уже там. Сиран извиняется перед ними за то, что позволил кому-то пострадать, а также за то, что не остановил своего подчиненного. Джен говорит, что все в порядке, потому что Хо пришла к ней на свой страх и риск. Ева говорит сыну Хо прекратить лечить Хо-Хо, потому что с этого момента экспресс-доставка возьмет на себя всю ответственность за нее. Он набрасывается на них, потому что ее травмы слишком серьезны, но его отец говорит ему сдаться. Джозен выбирает Хо-Хо, а Ян говорит Сарену, чтобы он перестал отвлекаться и присоединился к ним. Они возвращаются домой в фургоне, и Сорен проклинает себя за то, что позволил Хуху так серьезно пострадать. Ян говорит ему, чтобы он перестал быть слабаком, а Сорен хватает его за воротник и спрашивает, почему он не беспокоится о своем друге. Джозен говорит им заткнуться и не мешать Хуху отдыхать. Он просит Сару послушать дыхание Хо-Хо и обнаруживает, что она дышит как здоровый человек, а кровотечение уже остановилось. Теперь он еще больше запутался и просит Йосена и Яна все ему объяснить. Он хочет знать, кто такая Хо-Хо, почему она такая могущественная и почему так одержима им. Джозен говорит, что сейчас они не могут сказать ему слишком много, но они отчаянно хотят, чтобы он стал членом компании экспресс-доставка. Они знают о его связях со школой Теншифу и готовы поддержать его всем необходимым, чтобы он стал следующим лидером школы Теншифу. Сорен не удовлетворен его ответом и спрашивает, как они могут использовать Хо в качестве инструмента, чтобы держать его в узде. Более того, как им удается держать ее такой послушной. Избранный отвечает, что у Хувы нет воспоминаний о ее прошлом, и в обмен на то, что она работает на них, они расследуют ее прошлое. На вилле в горах прошло несколько дней. Сорен сидит рядом с Хо-Хо, которая восстанавливается после полученных травм. Скоро придут Джозен и Ян с продуктами и скажут им, чтобы они отправлялись в колледж, так как теперь они будут присматривать за девочкой. Они верят, что она скоро проснется, и тогда ей понадобится много энергии, так что они собираются готовить для нее. Но поскольку они не привезли никакой еды для Сорен, она просто отправится в колледж. Он уходит неохотно, и тогда двое мужчин предупреждают ее, как долго они могут скрывать секреты Хо-Хо от Сорена. Несмотря на то, что он идиот, рано или поздно он это поймет, но они все равно планируют скрывать это так долго, как только смогут. Внезапно Хо-Хо просыпается и ведет себя так, словно ничего не произошло. Джозен спрашивает, почему она не уклонилась от атаки, и она отвечает, что Сорен сказал ей превратиться в статую, если она хочет, чтобы он вернулся. Она боялась, что если она пошевелится, он не вернется. Джен не рада услышать его ответ, и она спрашивает ее, почему она так одержима неудачником. Джозену внезапно звонят, и он потрясен новостями, которые он получает. Тем временем Сорен погружен в свои мысли, возвращаясь к своим приключениям в колледже в глухом лесу. Рю из Дзенсея преследует его, и он гонится за ним, но вместо этого заблудился. Позади него появляется Сора Ассемблер, вызывая у него мини-сердечный приступ. Рю разъясняет, что он здесь не для того, чтобы похитить его или причинить ему какой-либо вред, и даже пытается показать ему, что поблизости нет никого из его товарищей по команде. Сорен спрашивает его, какого черта он здесь делает, и Рю говорит ему, что он здесь, чтобы извиниться. Он объясняет, что родился со способностью манипулировать душами и ключами других людей. Причина, по которой он украл тело Сахарина, заключалась в том, чтобы попытаться извлечь остатки своего ключа, но есть ли какие-нибудь подсказки о легендарном стиле Катаджан? Сорен спрашивает, какое отношение ты имеет к нему, и Рю говорит ему, что теперь, когда они достигли своей цели, извлекая воспоминания Сахарина. Он хочет узнать, покажи их своему внуку. Он достает крошечный золотистый огонек и говорит, что это последнее воспоминание о Сахарине, о том, как он расстался с жизнью. Сорен застигнут врасплох, когда Рю протягивает ему огонек памяти, потому что он думает, что это может быть ловушка. Рю сторонник манипуляции и говорит ему выбросить его, если он ему не доверяет, но тогда он никогда не узнает о последних мгновениях жизни своего дедушки. Сарайн все еще в панике и спрашивает Рю, намерен ли сенсей собрать 8 особых способностей. Мальчик впечатлен тем, что проигравший знает об особых способностях, но он уверяет его, что в него нет никакого интереса к этим способностям. Хотя он не может сказать этого о своих друзьях. С этими словами он уходит, а Сорен решает рискнуть и видит последние минуты жизни своего дедушки. Сорен видит, что последнее, что Сахарин видела 12 лет назад, это Хо-Хо, выглядящую точно так же, как сейчас. Он со всех ног бежит на виллу, потому что хочет знать, знали ли Джозен и Ян правду все это время и намеренно ли они скрывали это от него. Он добирается до виллы и обнаруживает, что она пуста и даже Хау-Хау там нет. Внезапно ему звонит Джозен и говорит, чтобы он приехал в больницу. Сорен видит, что трое его друзей смотрят на старого больного мужчину, который является отцом Джозена и Яна. Он только что очнулся от продолжительной кома и захотел увидеть лица своих сыновей, а также лица Хо-Хо и Сорена. Сорен говорит, что он не знает их отца и что он ему безразличен. Прямо сейчас он хочет знать, не Хо-Хо ли убил его дедушку 12 лет назад. Оба брата были шокированы, услышав это, и спросили его, кто ему это сказал. Сорен велел ему заткнуться и начал кричать на Хо-Хо, спрашивая, не она ли убила его дедушку. Она даже не колебалась и невинно сказала ему, что это она убила его. Сорен в ярости высвобождает свой ключ, но отец Джозена просит его остановиться. Он говорит своему сыну, что нет необходимости хранить какие-либо секреты, а затем спрашивает Сорена, хочет ли он знать правду о нем и Аму. Сорен спрашивает его, кто такой черт возьми Аму, и старик говорит, что это имя, которое он называет Хо-Хо. Он утверждает, что знает ее довольно давно, если быть точным, с 1944 года. Сорен потрясен, когда понимает, что ей по меньшей мере столько же лет, сколько его дедушке, и старик продолжает свою историю. Летом 1944 года Хо-Хо внезапно проснулся в пещере без каких-либо воспоминаний. Когда она бесцельно бродила, она столкнулась с двумя лесорубами. Один из них вернулся слишком увлеченный, так как она выглядела красивой и беззащитной. Он повалил ее на землю и начал расстегивать пуговицы, когда к ним подошла пара полицейских и выстрелила в него. Они обнаружили, что Хо-Хо была похожа на куклу без эмоций, и они забрали ее к себе домой. Именно там она познакомилась с отцом Джозина, Шу, который тогда был еще совсем ребенком. Семейная пара пыталась разузнать побольше об этой странной девочке, но не получив никаких подсказок, они решили удочерить ее. Тогда они назвали ее Эми, и за несколько месяцев она научилась говорить и писать, и сказала им, что ее настоящее имя Хо-Хо. Однако, когда она попыталась вспомнить что-нибудь еще, ей показалось, что у нее раскалывается голова, и она начала громко плакать. Мама Шу отправила его за доктором, но к тому времени, когда он вернулся, с ним все было в порядке, и он медитировал. В то время как мальчик и его мать могли только чувствовать, что воздух вокруг Хо-Хо изменился, доктор сказала им, что она использует ключ, и попросила их держать это в секрете. Втайне от жителей деревни. В тот вечер она еще раз расспросила Хо-Хо о своей головной боли и о Кайо. Она не могла вспомнить, как научилась перемещать ключ внутри своего тела, но чувствовала, что это пришло к ней само собой. Она отправила какой-то ключ и в тело Шу, и попросила его медитировать вместе с ней. Он сделал так, как она сказала, но не почувствовал никакой разницы. Хо-Хо поняла, что он слишком много думает и затрудняет себе сбор ключей, поэтому она решила помочь ему. Благодаря ее руководству, она смогла почувствовать и собрать его Кай. После этого он начал тайно тренироваться с кем и как. Они были похожи на счастливую семью, и время пролетело незаметно. Но даже по прошествии пяти лет в Хо-Хо все еще чувствовалась Азия. Маме Сюя поступали предложения руки и сердца, но она отвергла их все. Шу согласился с ней, потому что был влюблен в нее, но его мама только посмеялась над его детскими желаниями. Она подумала, что было бы неплохо, если бы Хо вышла замуж за ее сына, если он ей нравится. Однако, когда ей задали этот вопрос, она пришла в замешательство, потому что не поняла значения слова «нравится». Она почесала в затылке, пытаясь понять, в чем дело, так что властная пара посоветовала ей перестать беспокоиться по этому поводу. Али Барда не переставала думать об этом даже ночью, а потом у нее внезапно разболелась голова после того, как она использовала свой мозг сверх своих возможностей. Женщина сказала ей, что ей не нужно слишком много думать, и успокоила ее, спев песню. Вскоре после этого бандиты напали на их деревню и начали грабить все зерно, которое было у людей. Как раз в тот момент, когда они забрали обед, который Шу приберегала для Хьюга, она появилась на месте происшествия, напевая песню, которую мы слышали ранее. Бандиты подумали, что она идиотка, потому что она их проигнорировала и решили немного поразвлечься с ней. Отец Шу умолял бандитов оставить девочку и обещал отдать им все, что у них есть, но бандиты просто ударили его. Когда он попытался вцепиться в них, они перерезали ему горло к всеобщему ужасу. Шу в ярости бросился на бандитов, но был сбит с ног ударом ноги в лицо. Бандиты утащили Ху-Ху с этими словами, но когда она услышала плач мамы Шу, она подбежала к ней. Она сказала ей, что чувствует острую боль в сердце, когда слышит ее плач и хочет, чтобы она была счастлива. Она спросила ее, значит ли это любить кого-то, и женщина просто сказала ей, что завидует тому, какая она глупая и невежественная. Хемева попросила ее перестать плакать и спросила, что она может сделать, чтобы стать счастливой. Женщина набросилась на нее и спросила, кто убил бандитов, которые только что убили ее мужа, если она хочет сделать ее счастливой. Бандит рассмеялся над этим и подошел к Ахао, но она просто выбила ему зубы легким ударом. Она сказала маме Шу, что убьет всех бандитов до единого, чтобы сделать ее счастливой, и немедленно перерезала горло бандиту, который попытался напасть на нее. Голыми руками. После этого еще больше бандитов бросились на нее, но кто же безжалостно убил их всех. Вскоре Шу пришел в себя, и хотя его мать запретила ему смотреть на это ужасное зрелище, он не смог отвести взгляд. В то время как обычные люди могли видеть только как Хуху убивает бандитов, он видел больше. Он видел, как духи людей, которых она только что убила, восстали и прокляли ее, прежде чем исчезнуть. Жители деревни были напуганы силой Хаахао и начали называть ее демоном. Они велели ей убираться из их деревни, и она молча подчинилась. Шу и его мать погнались за ней и сказали, что ей не нужно никуда идти. Мама Шу считала, что это она виновата в том, что только что произошло, потому что Ху убил бандитов по ее приказу. Она ударила ее и пообещала найти ее семью, прежде чем увезти ее высоко в горы, чтобы спрятать. Ее мама спросила, кто должен был терпеливо ждать их, а также попросила ее пообещать, что она больше никогда никого не убьет. Когда Хуха напомнила ей, что именно она только что приказала ей убить, женщина замолчала и просто сказала ей подождать их. Однако она немедленно собрала свои вещи и покинула деревню, несмотря на протесты шоу. Женщина заявила, что Хуха не человек, и хотя она заботится о ней, она также боится ее. В то время как Шу и его мама навсегда покинули деревню, Ху просто ждал их под дождем. Она выжила благодаря тому, что ела все дикие фрукты, которые могла найти, и побеждала панд, которые приходили, чтобы затеять с ней драку. Однако, когда она увидела малыша панды, это напомнило ей о том, что она должна искать свою собственную семью. Она продолжала бродить вокруг сумасшедшей женщины, пока судьба снова не привела ее к ее старому другу. Шел 1993 год, и 50-летней туфельке предложили работу менеджера в недавно созданной службе экспресс-доставки. Интервьюер рассказал ему о нескольких случаях, и в одном из них было показано, кого арестовывала полиция. Шу была ошеломлена, когда увидела ее, и сразу же спросила интервьюера подробнее о девушке на фотографии. Он узнал, что полиция арестовала ее, потому что она была бездомной воровкой. Она не сказала ничего, кроме своего имени, поэтому полиция поместила ее в его камеру. Но она вырвалась оттуда на следующий же день без каких-либо проблем. Услышав это, Сю немедленно согласился присоединиться к экспресс-доставке при условии, что у него будет полный доступ ко всей информации, касающейся сверхлюдей. А тем временем Ху, которая воровала в киосках, чтобы накормить бездомных детей, но сама съедала всю еду. Однажды она столкнулась с какими-то бандитами, которые похитили ее и продали в район красных фонарей. Одним из клиентов там был тайный агент мафии, который хорошо знал Шу. Как только он увидел Ху-Ху, он сразу узнал в ней ту самую девушку, которую искал ботинок. Так что он и его люди потащили ее в штаб-квартиру своей банды. Шу был переполнен эмоциями после их воссоединения, и как только он обнял ее как-как, она узнала его по запаху. Как только она почувствовала себя с ним комфортно, она упала в обморок. Шу заметил, что все ее тело было сильно изранено, а руки связаны за спиной. Он был так взбешен этим, что обратился с особой просьбой к боссу мафии и похоронил людей, которые плохо обращались с Ху-Хо заживо. После этого Ху сама стала сотрудником службы экспресс-доставки, и с того дня Сяо использует все свои ресурсы, чтобы найти свою семью. Теперь, когда вся история стала известна, Ян потрясен, потому что его отец никогда даже не рассказывал об этом своим сыновьям. Шу просто говорит, что не мог доверить им правду о Ху-Хо. Сорин спрашивает его, как эта история связана с его дедушкой, и Шу говорит ему, чтобы он не прерывал свой рассказ. Он говорит, что в результате своих исследований он обнаружил, что Шу участвовал в Великой войне между сверхлюдьми в 1944 году и однажды 12 лет назад. Он нашел еще одну информацию, связанную с этим. К этому. Так вот, он взял с собой Ху-Ху и отправился в лес, где собирались лидеры многих выдающихся кланов сверхлюдей. Шу надеялся, что кто-нибудь из них узнает о Ху-Ху-Хо, но вскоре они нашли труп одного из лидеров. Недалеко от этого места было еще несколько трупов. Все принадлежали лидерам престижных кланов сверхлюдей. Ху-Ху-Ху пошел по следу и нашел старого мастера, сражающегося с Сахарином. Внутренние органы старого мастера взорвались изнутри, и когда он упал, он проклял Сахарина за то, что тот был единственным обладателем стиля Катаджан. Он спросил его, намеренно ли тот сообщил миру о своем местонахождении, чтобы все лидеры боевых искусств пришли убить его. И тогда он сказал, я бы уничтожил их одним махом. Сахарин подтвердил это, сказав, что все они – остатки ужасной войны между сверхлюдьми, и что все они должны быстро умереть вместе со своими ужасными секретами. Однако Сакин тоже был на последнем издыхании, сражаясь с более чем дюжиной мастеров. Он почувствовал присутствие Хову и позвал ее, но как только он увидел ее лицо, он сразу же узнал ее по войне. Хоа была потрясена тем, что наконец-то нашла кого-то, кто знал ее, и сразу же попросила Сахарина рассказать ей все, что он знал. Он извинился, потому что не мог сказать ей то, что она хотела, но сказал ей, что если она хочет узнать о своем прошлом, она должна защитить его внука Сарина вместо него. Он попросил ее держать его подальше от конфликта между сверхлюдьми, таким образом, что он даже не понял этого. Только если ему грозит серьезная опасность, она может сказать ему правду. Сакаран сказал Хуху, что если она останется в Сарине, то обязательно найдет ответы на свои вопросы. Шу спросил старика, почему они должны доверять его словам, и он сказал им, что он был причиной Великой войны между сверхлюдьми. Затем он рассказал, что потерянные воспоминания Хухи тоже имеют отношение к войне. И если Шу защитит Сарина, она сможет вернуть их. Шу спросил, почему он сам не защищает своего внука, и Сахарин показала ему метку от яда, которую он только что получил. Он знал, что жить ему осталось недолго, и попросил Хуху прикончить его до того, как подействует яд. Хо-Хо приняла его просьбу о возможности вернуть ей воспоминания и уволить ее, а также поблагодарила ее. Он заявил, что ничто не сделает его счастливее, чем умереть у нее на руках. Затем он притянул Хо-Хо поближе к себе и передал ей технику, сказав, что когда Сорин войдет в мир сверхлюдей, если он будет слишком слаб, она должна дать ему это. Хел закричала от боли, как только передача данных была завершена, но прежде чем она успела спросить, какую технику он ей дал, яд распространился по всему телу Сакарана. Он умолял Хуху немедленно избавить его от страданий, и она повиновалась. Она подняла крошечного старичка на ноги, а затем пронзила ему сердце, в то время как он все еще продолжал просить ее позаботиться о его внуке. После этого Ху продолжал наблюдать за Сорином с безопасного расстояния и не вмешивался до тех пор, пока члены Зэнсэй в конце концов не связались с ним. Сорину трудно поверить, что все это было организовано его дедушкой, но Шу говорит ему, что это правда. Он просит его доверять Хау-Хау, точно так же, как она когда-то доверяла его дедушке, и даже если он не сможет этого сделать, Шу хочет, чтобы мальчик остался с Хо-Хо. Затем он рассказывает ему кое-что особенное, что он знает о своем дедушке. Шу говорит, что в 1944 году один из членов клана Тэн-Шуфу бесследно исчез, и клан стер все записи о его существовании. Все, что известно, это то, что этот человек был коллегой нынешнего главы клана Тэн-Шуфу. Его имя до сих пор остается загадкой, но Шу считает, что этот человек взял вымышленное имя Сакуран-Чу. Он советует Сирену принять участие в турнире и встретиться с лидером клана Тэн-Шуфу, если он хочет узнать больше о своем дедушке. У Чу внезапно начались проблемы с дыханием, и когда его сыновья бросились к нему, он сказал им, что его время наконец пришло. Он извинился перед Ху-Хау за то, что не смог найти ее семью до конца, а затем начал дрожать, когда свет погас в его глазах. Ху-Хау нежно положила руку ему на лоб и начала петь песню, которой научилась у его матери. Шау вспоминает время, проведенное с Ху-Хау и его семьей, и мирно уходит из жизни. Несколько дней спустя все приходят на могилу Сюя и Сорен зажигает благовоние. Он говорит, что все это время он думал, что выжил сам, когда его постоянно защищали дедушка Ху-Ху и Шу. Теперь он тоже хочет отплатить им тем же. Для этого он хочет узнать о прошлом и вернуть воспоминания Ху-Хоу. Именно поэтому он соглашается участвовать в соревнованиях и просит Ху-Хоу снова тренировать его. Подпишитесь на канал, чтобы не пропускать годные видосы, а также вступайте в мой телеграм-канал, ссылка в описании.